В этом году ведется работа по ремонту стальной улицы города, улицы Ленина, параллельной улицы. Какая сумма выделена? Выделено 41 миллион рублей, протяженность 5700 метров. На сегодняшний день уже выполнено 3 этапа из пяти. То есть 3,5 километра уже реализированы. Это замена на консоль? Да, ремонт, текущий ремонт. То есть это фрезерование и устройство верхнего слоя толщиной 7 сантиметров. А для меня вы принадлежатся по лицу? Это в соответствии с 402 приказом Министерства транспорта 16 ноября 2016 года. Есть классификация ремонта ремонта, капитальную ремонту и содержание дорог. Текущий ремонт, выполнение работ по устройству, линию и реализацию. Если мы посмотрим, то есть снятие асфальтового покрытия верхнего и устройства. То есть исправление профиля, допускается частичная замена бортбирного камня и переукладка асфальта верхнего слоя. Ну и ремонт тротуара. Кроме этой улицы какие-то дороги будут ремонтироваться? Заявки поданы на две дороги на капитальный ремонт. В 2016 году подготовлены проекты для специализа. Это улица Зеленая от улицы Ленина до улицы Кирова, где мы были. И вот участок улицы Каляева от улицы Кожуальского до улицы Красноармейской, где мы сейчас находимся. Данные дороги поданы на заявки на капитальный ремонт. Там по проектам согласно Каляеву 32 миллиона стоимость. По зеленой критике миллиона. Ну, на стоимость денег, то есть, денег, подтверждения нет. В области нет денег на финансирование данных работ. То есть это вопрос уже к областникам? Конечно, да. Со стороны города все выполнили. Подготовили проект, заложили деньги в бюджет, свою долю 5%. То есть все предусмотрено. Подали заявки, все. Ответ нет. Ясно. А когда можно ждать этот ответ? Положительного решения, как бы думать? Да, ответ. Не знаю, когда. По улице Каляева, сколько известно, что его точно не будет. По улице Зеленая, как бы, на переходящий на два года. То есть часть в этом. И по завершениям 18 год. Ремонтные работы по ямочному ремонту проводятся? Да, ямочный ремонт проводятся. То есть у нас контракт на весь год на содержание автомобильных дорог заключен. Ведутся работать по ямочному ремонту. Почему дороги такие не ровные? Ну, ямочный ремонт. Финансирование тоже получается. Коль на капитальный ремонт, то есть запланированное, как бы, было, в эти деньги уложиться надо. У нас то есть и зимнее содержание, тут и летнее ямочный ремонт. Все в месте, чтобы нам к концу года не остаться без денег. То есть тут, поэтому, ремонт в бюджетном варианте где-то, без, понятно, беспеки, ни карты, ни... То есть я понимаю, что правильно понимаешь, что... Тут ненежда была на капитальный ремонт, конечно. То есть главная проблема пройти с дороги города? Главная проблема отсутствие финансирования тогда из областных средств. То есть администрация готовится каждый год и проектная документация подготавливается на капитальный ремонт. В прошлом году в отделении было довольно обвинено по капитальным ремонтам, по текущим ремонтам. В прошлый год, как бы, хорошо отремонтировали и, ну, был эффект. А в этом году, то есть у нас фактически одна улица таких ремонтов. Центрального места, этого недостаточно. А гарантия на латки, на ямыш ремонт вообще просто? Гарантия на латки... Ну, то есть на карточный ремонт, да, у нас есть гарантия там в течении года. То есть нет. А вот на заплатки, на бюджетный ремонт, получается, тут... Мы видим, что тут гарантия... По гарантийным обязательствам мы можем каждый год исповерять и просто отказать. Но все-таки вот на улице Зеленая мы видим, что есть аварийная яма. Все-таки там должен же проводиться аварийная ямыш ремонт. Да, тут как бы отправим подрядчику дизайне, чтобы выполнить работу по ямышной ремонте провести. То есть все равно у нас степлится надежда на капитальный ремонт. Похоже, надежда умираем последний. В нем надеяться еще. Ну, ямыши сделают. Там беременные ямы тут полотаются. Это не после каждого дождя так бывает. Если... Вода по дороге идёт. А вообще есть история такая, что подрядная организация приходит прилетать через суд? В основном, что где-то? Гор, кто-то? Ну, пока досудебные требования, подрядные организации соглашаются, устраняют, проводят работы. Ну, вот сейчас вопрос по улице Нансена возникает. То есть мы не пройдем, увидим. Там уже оборудование коленицы спустя год, порядка одного сантиметра или больше. Да. А в том году же была сделана. То есть спустя год уже больше сантиметра. Провели обследование, то есть позиционное. Сейчас попитали от претензий в судебном и регулировании. Ну, есть опасность того, что подрядчик и на обследование не явился. То есть... Будут устранять или нет. Ну, если что, будем обращаться. А подрядчика назовите? О, Монолит, вставай. Спасибо. Спасибо.